В эфире новости сейчас. В студии для вас работает Андрей Бендер. Здравствуйте. Вначале по традиции коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С праздником! 300 учителей Иркутска удостоены медалей, наград, почетных знаков и благодарственных писем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запаса топлива в Байкальске хватит до 15 ноября. Об этом стало известно на совещании по вопросам теплоснабжения города, которое провел полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Он осмотрел ТЭЦ Байкальска. На ее подготовку к началу топительного сезона из областного бюджета было выделено почти 54 миллиона рублей. Кроме того, байкальскому городскому поселению выделено 13,5 тысяч тонн угля из аварийно-технического запаса региона. Однако задолженность населения за потребленные коммунальные услуги на 1 августа 2017 года составляла около 119 миллионов рублей. Есть опасения, что не все будет хорошо и ровно. Правительство Якутской области уже вмешалось по поставке туда запасов топлива. Управляющая компания, или как ее назвать, стучит себя в грудь, что все будет хорошо. Для них это имиджевое дело, но сомнений есть. Ранее на ТЭЦ Енисейское управление Ростехнадзора выявило 63 нарушения. В настоящее время они устраняются. Сергей Миняйло поручил органам Гостехнадзора провести проверку готовности к отопительному периоду теплосетей города Байкальска. Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко принимает участие в Российской энергетической неделе. Мероприятие проходит в Москве. Глава региона отметил, цитата, указом президента России поставлена задача к 2020 году снижение энергоемкости валового внутреннего продукта страны не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом. В нашем регионе этот показатель за последние несколько лет в фактических условиях уже снижен на 41%, что несомненно положительно характеризует Иркутскую область в данном направлении. Зарплату бюджетникам увеличат на 4%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова на седьмом заседании Совета Иркутского профобъединения. Участники обсуждали социально-экономическую ситуацию в регионе. Подробнее Туяна Немаева. Социально-экономическая ситуация в Иркутской области. Основной вопрос на повестке дня заседания Совета Иркутского профобъединения. Закладом выступает председатель организации. Александр Оболкин отмечает, несмотря на то, что экономика региона развивается, продолжается рост промышленного производства и увеличивается инвестиция в основной капитал, реальные доходы жителей области падают. Доходы граждан падают уже три года. Численность бедных практически не снижается. По итогам 2016 года других данных нет, достигает 20,5%. В стране реальная заработная плата составляет не 41 640 рублей, а 26 544 рубля. Причем 50% работников получает менее 26 тысяч рублей, а около 10% и ниже даже по различному минимуму. В рамках регионального соглашения, подписанного между правительством при Ангаре и Иркутским профобъединением и региональной ассоциацией работодателей, поэтапно увеличивается минимальная заработная плата работников бюджетной сферы. К 1 января следующего года она составит 100% величины прожиточного минимума. Как считают профсоюзы, сегодня необходимо индексировать зарплату тем работникам, которые не попали под реализацию майских указов президента. Тем, у кого меньше минимальной заработной платы, им доплачивают до минимальной заработной платы, а другим заработную плату не увеличили, не индексировали оклады. И получается, что сегодня стимулирующие и компенсационные надбавки, они потеряли свою значимость. Потеряли свою значимость доплаты за работу в крайних северах, в районах, приравненных к крайним северам. Потому что сравнялась заработная плата работников первого разряда с третьим разрядом. И это не есть хорошо. Однако, как отмечает заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, со следующего года таким работникам тоже повысит зарплату. С 1 января 2018 года правительство Иркутской области в целях увеличения гарантированной части заработной платы работников бюджетных сфер, на которых не распространяются указы президента Российской Федерации, и заработная плата, которых не индексировалась с 1 января 2014 года, планируется произвести увеличение размеров окладов в ставок заработной платы на 4%. Необходимые средства уже заложены в проекте бюджета на 2018 год. Также представители профсоюзных организаций при Ангаре обсудили и другие проблемные вопросы. Ремонт дорог, создание новых рабочих мест, нехватка врачей. В поле внимания вопросы летнего отдыха детей и оздоровления работников, субсидирование перелетов в центральную часть России. Мероприятие проходит в рамках ежегодного Всемирного дня действий за достойный труд. Туена Немаева, Сергей Полянский. Новости и сейчас. Усольская городская больница выплатит штраф 400 тысяч рублей семье за рождение ребенка-инвалида. Такое решение принял суд. В конце прошлого года местная жительница поступила в родильный дом, где на свет появился мальчик. Врач зафиксировал тяжелое состояние малыша, но обусловлено острой асфиксией в родах. Кроме того, был судорожный синдром и другие последствия. По мнению родителей мальчика, в произошедшем виноваты врачи и медики не предложили маме провести операцию по кесареву сечению, несмотря на предпосылки. Теперь ребенок вынужден регулярно проходить курс лечения в областной клинической детской больнице. Изначально семья просила компенсацию в 5 миллионов рублей на каждого члена семьи. Спонсор детского дома осужден в Братске за изготовление и распространение порнографии. Городской суд приговорил обвиняемого к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В 2015-2016 годах мужчина совершил преступление в отношении воспитанницы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Братского района и в отношении малолетней девочки, оставшейся без попечения родителей. Приговор суда в законную силу пока не вступил. 12 проектов представили на третьем байкальском питчинге в Иркутске. Молодые кинематографисты презентовали свои работы в рамках Байкальского международного кинофестиваля документальных и научно-популярных фильмов «Человек и природа». О чем сегодня хотят снимать кино молодые режиссеры, расскажем в следующем материале. Начинающий разваливаться СССР, родной город его отца Иркутск. 1985 год. История о семье, приехавшей на заработки в Монголию. Москвичка Дарья Разумникова рассказывает о своем будущем фильме «Лисички» на третьем байкальском питчинге. Это презентация проекта потенциальным инвесторам. К участию допускаются не только жители Приангарья, но и представители других регионов России. Главное условие – кино должно быть связано с Иркутской областью или Байкалом. Я хочу снимать эту историю в Иркутской области или в Иркутском регионе, потому что в основе моего сценария лежит личная история, которая произошла здесь, на этой земле. Поэтому мне важно передать ее дух не просто и не только временем, но и местом. Кроме Дарьи, продюсеров и инвесторов сегодня ищут еще 11 человек. Иркутск стал 18-м городом в этом году, где проходит мероприятие. С начала 2017-го жюри отсмотрело около тысячи работ по всей стране. Питчинги организовывает Молодежный центр Союза кинематографистов России. Его директор рассказывает, такие питчинги помогают решить кадровый вопрос. «Для молодых дебютантов, не закончивших, не закончивших творческие вузы, но которые хотят снимать кино, либо снимают кино, там есть идеи, сценарии. И такого мостика между ними и ведущими продюсерами, продюсерами компании, которым нужны эти люди, которым нужны проекты, практически не было». Этим мостиком и стал Молодежный центр Союза кинематографистов. Продюсерскую поддержку получили 12 проектов молодых кинорежиссеров из разных регионов России. Это короткометражные документальные фильмы. Конкурсные работы разделены на две категории – игровое и документальное кино. «Особенно молодое сообщество. Оно способно организовать работу каких-то очень серьезных проектов в области кинематографии, как и игрового кино, так и документального кино. И я со всей уверенностью могу сказать, что нам это очень интересно». Победители конкурса в двух номинациях получат по 30 тысяч рублей на запуск своих проектов. Еще двум – вручать сертификаты на аренду технического оборудования. А сами участники отмечают главный приз – это обмен опытом и объективная оценка их проекта от ведущих режиссеров России. Евгения Власюк, Александра Турченинова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. В знак уважения и признания почти 300 учителей Иркутска получили медали, награды, почетные знаки и благодарственные письма за безупречный труд и личный вклад в развитие системы образования. Торжественная церемония прошла в канун профессионального праздника. В актовом зале 25-й школы Иркутска лучший учителем города. В первом ряду Алевтина Василькова более 30 лет. Она преподает биологию в 22-й школе областного центра. Педагог готовит к вступительным экзаменам вузы будущих медиков и специалистов нефтеперерабатывающей отрасли. Общепедагогический стаж 50 лет в свой профессиональный праздник раскрывает секрет успеха. Самое главное это порядочное отношение к детям, доброжелательное, уверенность в работе, когда учитель стоит за своей кафедрой, у меня кафедра, и он уверен в своей работе, у него все получится. За безупречный труд и личный вклад в развитие системы образования мэр Иркутска Дмитрий Берников вручает Алевтине Васильковой памятный знак. Такие же получили еще три педагога. 61 медаль вручена преподавателям за верность образовательной организации и преданность профессии, а 27 учителей получают благодарность и мэра. Эти поздравления для вас адресуют все жители нашего города. Это без преувеличения так, потому что любовь к педагогам, особое отношение, трепетное отношение к педагогам, это вообще славная традиция. Традиция нашей страны, наша традиция, иркутская традиция. И когда говорят, что наше образование иркутское является флагманом в области, может быть даже не только в области, это действительно так. Это не только профессиональная оценка, но это оценка, которую дают наши люди. Кроме того, в канун праздника медали, награды и благодарственные письма получили более 200 педагогов дополнительного образования. И от своих подопечных учителя также получили небольшой подарок – праздничный концерт. Анастасия Цыганкова, Александр Барановский, Новости Сейчас. Тотальный, исторический, а теперь и астрономический диктант. 44 любителя небесных светил решили проверить свои знания. Этой акцией в Иркутске открыли Всемирную неделю космоса. На необычный экзамен в Иркутский планетарий отправилась и наша съемочная группа. Под куполом Иркутского планетария зрители смотрят ролик о космонавтике. Свободных мест в зале нет. Но фильм показывают, чтобы настроиться на испытания. Иркутяне единственные в России в этом году будут писать звездный диктант. Оказалось, что всероссийскую акцию проводить они не будут. Но мы решили в отдельном взятом городе сделать такое мероприятие. Я надеюсь, что астрономический диктант, наряду с очень успешным мероприятием, тотальный диктант будет также регулярно проводиться в нашем городе. Регистрация началась за сутки. Заявки подали 44 знатока звездного неба. Это в два раза больше, чем в прошлом году. За час иркутянам предстоит ответить на 35 тестовых вопросов. Задания разделены на 7 тематических блоков. Иркутские ученые добавили новые и последние новости. Так проверят, насколько хорошо жители следят за событиями в этой сфере. 13-летний Егор Шушаков в своих знаниях уверен. И хотя пришел на экзамен с мамой, писать тест будет сам. Просто интересно посмотреть, какими знаниями я на данный момент обладаю. Вообще мне очень нравится. Я в дальнейшем собираюсь поступить на космический факультет. А вот Ксения Адакина пришла проверить свою эрудицию. Девушка регулярно проверяет знания русского языка на тотальном диктанте. Астрономический напишет впервые. Сегодня я посмотрела, освежила в памяти расположение планет. Кто за кем расположен. Ну, в общем-то, все. Я надеюсь, что сама я много чего помню. Первый такой экзамен прошел в прошлом году. Тогда иркутяне ответили только на половину вопросов и получили тройку за знания. Самыми сложными для участников стали вопросы о первооткрывателях планет, а также о космических исследованиях. Итоги сегодняшнего звездного диктанта подведут 10 октября. Галина Соболева, Александра Турченинова, Александр Барановский. Новости сейчас. Как строить бизнес в Приангаре? Своим опытом с предпринимателями сегодня делились руководители крупных компаний Иркутска и зарубежные бизнес-тренеры. Их объединила площадка СберТокс 2.0. Что это такое, знает Анастасия Цыганкова. Увеличение каких частей бухгалтерского баланса поможет точно расти экономике России. Это один из 25 вопросов бизнес-квиза, который проходит на площадке компании Сбербанк. 21 команда борется за главный приз 30 тысяч рублей. Эта сумма будет выдана памятными купюрами номиналом 100 рублей. Участники – представители среднего и малого бизнеса при Ангаре. Игра проходит в рамках мероприятия СберТокс 2.0. Самый главный отдых – это смена видов деятельности. Это первое, то, что как раз сейчас и происходит. То есть они говорят в принципе о бизнесе, но в совершенно другой плоскости. И еще, плюс ко всему прочему, они находят здесь какой-то определенный контакт. Для участия в мероприятии заявки подали более 600 человек. Среди них иркутянин Марк Залуцкий. Яркий представитель среднего бизнеса, успешно работает в направлении сельского хозяйства. Однако намерен развиваться и в других направлениях, а потому сегодня представляет новые проекты в совершенно другой сфере. И уже наладил деловые контакты с единомышленниками. По оценке специалистов и людей из бизнеса, вообще должны перевернуть рынок. Один из этих IT-проектов связан с логистикой. То есть мы пишем сейчас очень мощный проект. То есть это будет такая некая платформа, которая будет объединять в себе все логистические компании России. И основной задачей для себя мы ставим дать услугу логистике для населения, для юридических лиц, очень доступной. Сегодня своими простыми решениями и знаниями делятся бизнесмены, которые себя зарекомендовали в различных сферах, от торговли до СМИ. Актуальные и практические знания. Один из спикеров мастер-классов Стивен Манн, бизнес-тренер из Лондона. С участниками англичанин делится приемами эффективного управления командой. Сегодня проблема бизнесменов, в том числе и в России, заключается в том, что они забыли, как общаться между собой. Они работают через компьютеры, интернет-гаджеты. Я предлагаю серию игр, которые направлены на то, чтобы вернуть их коммуникации и научить снова общаться друг с другом. Сбертокс 2.0 проходит второй раз. Первый раз участники собирались в стенах банка в апреле месяце. Мероприятие получило положительный отклик, поэтому организаторы планируют сделать сбертокс ежегодным. Анастасия Цыганкова, Александр Барановский. Новости сейчас. Три медали завоевали иркутяне на восьмом Кубке мира по Каратеномичи, который проходил на Мальте. Юлия Алтухова стала серебряным призером Кубка мира в разделах Ката и Кумите. Александр Архипов взял бронзу в Ката. Как отметил координатор Федерации Каратеномич России по Сибирскому федеральному округу Игорь Наумкин, конкуренция была весомой. В каждой категории выступало до 70 спортсменов. Тем не менее, нашим ребятам удалось добиться успеха. Они уступили только японцам. Команда сборной России была представлена 35 спортсменами. Из них у нас 6 человек представляли Иркутск и Иркутск. Они, соответственно, все у нас прошли отборочные турниры и стали чемпионами и призерами всероссийских соревнований. Соответственно, вошли в сборную России. От Иркутска у нас выступали в категории 10-11 лет и 15-17 категории. Соревновательный опыт ни один тренер не даст, кроме самих соревнований. Вот они приезжают, они могут, допустим, здесь, на России, себя чувствовать уже более уверенно. Приезжают на высокий уровень и уже психология работает немножечко. Ну, как бы где-то испуганно. Всего турнир собрал более 800 спортсменов из 30 стран мира. Сборная России взяла 22 медали, в том числе 6 золотых, став одной из лучших. А далее эфир продолжит программа «Иркутск сегодня». Моя коллега Анастасия Цыганкова расскажет, что нового появилось в меню школьных столовых. К этому часу это вся информация. Я с вами прощаюсь до завтра. Берегите себя. Курорт озера Карачи ждет вас. Бронирование путевок по телефону 8 800 250 49 96. Будьте здоровы! В «Лебедушках» более 200 видов одеял от 399 рублей и подушек от 199. Магазины «Лебедушка» в торговых центрах «Пассаж» и «Мельниковский». Бронирование путевок по телефону 8 800 000 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